МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, друзья, приветствую вас. Мы на телеканале «Импакт». Мы в прямом эфире, и вы видите торжественный эфир. Особый, специальный, радостный. Я искренне и сердечно поздравляю вас, каждого из вас, дорогие наши, с наступающими великими торжественными событиями. Праздником Рождества Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, и с наступающим новым 2018 годом. Я сегодня не один, и к моим поздравлениям, пожеланиям, к моей радости присоединяется пастор Владимир Кебец. Церковь Вифания. Снова приветствую вас. Присоединитесь также к моим поздравлениям наших зрителей. Дорогие зрители, будьте всегда благословенны. И я хотел бы, чтобы не только благословенны, но торжественны и радостны, чтобы этот праздник был практическим осуществлением радости в наших сердцах и мира. И мне кажется, недостаточно для нас этого, чтобы это был мир не только в церквях и городах, чтобы это был мир даже между странами. Но так я хочу. Это хорошее пожелание. Знаете почему? Потому что новостей о вражде, о войне, новостей о конфликтах, о кровопролитиях, Ну, просто настолько много ежедневно, настолько много и настолько нас с вами бомбардирует этими новостями. Хороших новостей не говорят. Говорят только то, что плохо, то, что ужасно, то, что... Не говорят, что люди приходят к Богу. В этом букете этой сплошной неразберихи, то, что в мире происходит, ежедневно люди спасаются. Смотрите, что в Китае делается. В Таиланде мы на днях возвратились из Южной Кореи. И видели ролики, встречались с братьями, со служителями корейцев, которые массово начали евангелизировать Таиланд. Моя дочь Инна выезжала с историческим таким сообщением. Они собирали исторические данные. Джессика, подруга ее, с Сан-Диего вылетали вместе и были две недели. В Таиланде? В Таиланде были, собирали нам данные, рассказывала мне все. Десятки тысяч приходят к Господу. Насколько много хороших новостей. Но из-за того, что мы так подвержены, наши люди смотрят телевизоры. У нас на айфонах новостя, у нас на гаджетах новостя. И эти новости говорят об одном, о другом, о третьем. Междуусобицы между народами. Палестина, Израиль. Последняя новость. Про возглашение было столицей Израиля. Прекрасным городом Иерусалимом. Смотрите, весь ад восстал. Весь ад восстал. Сегодня, кстати, Лига арабских стран, объединенная десятки арабских стран, провозгласили, что в ближайшее короткое время, в течение пару дней, они провозгласят в противовес тому, что сделал Трамп, объявив столицу Иерусалим, столице Израиля. Они объявят столицей Иерусалима, то есть для Палестины. То есть Иерусалим будет предназначен столицей Палестины, а не Израиля. То есть я к чему? В этом круговороте таких всяких-всяких нехороших новостей, которые говорят, что мы приближаемся ко встрече с Господом. События разворачиваются на наших глазах. Кто мог подумать, пастор Володя, о том, что еще год-два назад, что во весь мир, во всеуслышание, президент Америки заявит, не побоявшихся ни левых, ни правых, ни синих, ни голубых, ни белых, ни черных, заявит о том, что Иерусалим принадлежит обитованному народу Израиля. Никто, мы даже не могли подумать. Слишком много было противостояния и противовеса такой новости. Но, тем не менее, это произошло. И мы видим, что, приближаясь к грядущему Новому году, мир не приходит лучше. Было провозглашено ангелами слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволения. Хотелось бы мир на земле. Хотелось бы видеть благоволение в людях. Брат Юрий, дело в том, что мы есть народ особенный. Так о нас написано. Мне кажется, что если все, кто услышит голос, что есть на земле мир в человеках благоволения, поднимет молитву, чтобы Бог примирил. Пришел примиритель народов и дал примирение, служение. И мне кажется, я не один раз напоминал об этом, и сейчас позволю открыть еще мою именно речь в этом направлении. Давайте поднимем молитву, потому что мы видели, как с президентом здесь происходила молитва народа Божьего. Совершила то, что совершила. И я думаю, что это говорит о том, что надо молиться, чтобы Бог дал именно примирение народу. И тогда будет. Несомненно, несомненно. Но вместе с тем, говоря о таком миноре, все-таки мы начинаем эфир с мажора. Есть причина для радости, есть причина для ликования, есть причина для торжества, есть причина для хороших новостей. И это прекрасная, хорошая, благословенная, приятная новость, радующая наши сердца, поднимаемо такие хорошее чувство благодарности Богу за Сына Божия Иисуса, некогда рожденного младенцем. Я люблю говорить о том, что к большой радости всего человечества, большей части человечества, он младенцем не остался. Дьявол хотел бы, чтобы он остался младенцем. И там улю-лю, а-ля-ля, там вот, чтобы он младенец, беспомощный. Не совершил победы. Да, беспомощный, он такой вот, куда положат, там и лежит. Но-но-но-но, он возрос, он возмужал, он принес, принес нам величайшее из всех учений вместе взятых, которые имел человек, самое возвышенное, небесное, божественное, сверхъестественное учение он принес. Но этим он не ограничил свое присутствие на земле, пребывание на этой земле, он не ограничил. Кроме этого всего мести, сказанного нам и выше, он пошел на крест, он взял наши грехи. Он там не остался. Дьявол бы хотел, чтобы он там остался. Чтобы привалили мы, недавно были в Израиле, и снова же были у этого, знаете, гроба каменного, и снова не видели. И как раз мы оттуда эфир делали, и за моей спиной идут туда потоком, за моей спиной как раз в ракурсе камеры было взято, а заглядывают эти и узкоглазые, и черные, и белые, и низкие, и высокие, и полные, и худые. Заглядывают, есть там или нет, есть или нет. Ну, интересно, все знают, что нет, но все равно, что там влечет посмотреть. Некогда наш Господь там лежал. И он там не остался. Он воскрес. Вознесся, написано, во славе. И вернется за теми, которые ожидают его. Ожидают его. Поэтому с такой хорошей, благословенной, доброй новостью мы входим в ваши дома. Есть причина для ликования, для торжества, и масса причин для радости. Мы небожители с вами. Аминь. Это самое основное? Аминь. Пусть мятутся народы. И племена замышляют. Замышляют. Но Господь царствует. Господь. И поэтому тверда вселенная и не поколеблется. Дело в том, дорогие друзья, и все мы, и брат Юрий, остается нам, глядя на все, вот то, что совершилось, Христос говорит, побеждающий наследует. Как и я победил, и сел, так и побеждающий наследует. Поэтому я считаю, что все то, что совершил Христос и дал могучую победу, вот это все принадлежит сейчас христианству. И я обращаюсь к молодым людям, к молодым людям нашей планеты. Если нас старейших уже не будет, вы продолжаете совершать эти могучие победы, веруя в Господа Иисуса Христа, сохраняя твердость, вот, и уверенность в том, что искупитель наш жив, и эти победы нам нужно совершать, потому что мы не теория, мы есть настоящие, практические делатели этой планеты. Поэтому пусть Бог благословит. Итак, ну что мы? Мы приступим. Да. Первая глава Матфея, 18 стих и ниже. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Аллилуйя. Ну что, акцент делаем, акцент, пастор Владимир, в нашей беседе с вами, в течение 50 с чем-то минут, мы будем акцент делать все-таки на практической части Рождества Иисуса Христа. Рождества. Дело в том, что, как бы нам ни было, и как оно красиво написано, Рождество Иисуса Христа было так. И когда это все прошло, смущение, там вот эти все недопонятия, целевая фраза, он спасет людей своих от грехов их. Поэтому я считаю, брат Юрий, что эта фраза фундаментальна не для прошедшего времени, это фундаментальная фраза для настоящего и будущего времени. Мы имеем право спасаться от недостатков, пороков и так далее, и вести жизнь не как люди ведут себя, а как Христос. Я удивляюсь, есть большие-большие победы, которые совершали наши братья и сестры, но Павел говорит всем седьмой главе ремлянам, вот бедный я человек, кажется, ты величественная личность, философ того времени, воспитанный у ног Гамалерила, умница особой, признанный уже давным-давно на какой-то высокий уровень, когда я общался с первосвященниками, но он признает бедность. Он видел, в чем ему надо измениться, в чем ему надо исправиться. Я именно на это обращаюсь. Даже когда он молился, и было сказано, вот, трижды он молился, было сказано, хватит тебе, сила совершает. Довольно. Тебя будут посвятить воспитательные варианты, вот, чтобы ты, а потом, заметьте, как он в девятой главе первого послания к Арифеану говорит, я бегу не так, чтобы бить воздух, а усмираю. И порабощаю. Никого-то. Он занимался собой. Поэтому в данном эфире я бы хотел бы, друзья, провести немножко с моим братом вот такое направление заниматься собой, дисциплинировать себя, воспитывать себя, изменять себя, чтобы мы в настоящем образе жизни могли быть настоящие христиане. Поэтому я за то, чтобы, как написано, возлюбить чистое словесное молоко, чтобы от него нам возрасти его спасение. Вот. Ибо вы укусили, что благо Господня, вот приступай сами, как живые камни, устрояйте из себя. Не то, что верующие люди, а написано, дом духовный. Священство святое, чтобы приносить именно духовное жертв. Поэтому я почему-то слышу каждый раз Рождественное, да, я очень согласен радости, великой радости, очень согласен, очень согласен, что есть мир, очень согласен, что Бог нас полюбил. А как это в практическом? То есть есть теоретическая сторона. О-о-о. Именно есть. А вот практическая сторона. Мы сильны настолько в теоретической стороне, в теоретическом варианте. Да. Даже ребенок воскресной школы в любой церкви нашей евангельского направления. Он знает, как звать маму Иисуса и папу Иисуса. Он знает город, в котором Христос. Они все знают. То есть теория настолько велика. А вот когда мы взращены, когда мы уже выросли, когда мы, то есть, пришли в возраст уже более-менее совершенный, на нас ответственность с вами и на каждого, кто с нами сегодня встречается в эфире, а как с практической стороной твоей теории? Пожалуйста, продолжайте. Дело в том, дело в том, что красивая жизнь не идет от красивых слов. Красивая жизнь человека идет от красивого поведения, где мы можем покрасать образец. И так написано, будь образцом для верных во всем. И в жизни, и так далее, и так далее. Почему об этом постоянно надо говорить? Почему мы об этом твердим, твердим, твердим? Что за творение мы такое? Давай, брат Юра, жму тебе руку, давай мы сегодня поговорим раз и последний раз. А ну, чтобы все изменились. Господи, помоги моему неверию. Дело в том, что мы почему говорим, потому что поколение растет, люди растут, сложности жизни усложняются, кто-то немножко вот выравнивается, кто-то стоит, и мы в борьбе. Брат Юрий, как бы мы ни говорили, на земле произошла на небе война, эта война опущена на землю, и мы воюем здесь. Вот, и я проводил семинар, пожалуйста, не упустите три вида войны. Первое, это победить себя. Вот, распни свой плод со страстями, я верующий, и что-то вот, как ты ведешь себя? Ты живешь, как Христос? Ведь мы видим конкретное направление Слова Божия, апостол Павел, мы сказали, сказал, бедный я человек, потом усмирял и порабощал, но пришло время, когда он говорит, живу не я. А живет он не Христос. Это же наша настоящая цель, и мне очень нравится, потому что вообще-то в Библии как очень ориентировочно поставлены две личности. Енох, прежде переселения, знал, что уходил к Богу, а Павел говорит, течение совершил, веру сохранил, а теперь? И мне так дальше нравится, когда готовится вне с правды, но так умно, как он, я еще не знаю, чтобы кто-то сказал. И не только мне. И не мне только, а и всем возлюбившим явление Господа. Мне так это нравится, он и меня не лишил. Поэтому, друзья мои, вот это та цель, которую мы должны поставить. И мне, конечно, приятно, что, брат Юрий, ты сказал, почему это нужно напоминать, потому что написано напоминание, возбуждайте чистый смысл, чтобы мы не зазнали, что мы верующие, достигали верою наше и спасение души. Видите, апостол Владимир, дело в том, что практика жизни такова, что по большому счету мы видим старшее поколение для старшего поколения, так скажем, вашего возраста, а я вам уже на пятки наступаю и догоняю. Да? Да, догоняю. Ваше поколение это особое поколение. Мы об этом с вами говорили до эфира, о том, что мы видим вот то, что было сохранено вашим поколением, то, что было настолько оно испытано, оно было подтверждено и временем, и годами, Словом Божьим. и, к сожалению, мы не видим это в молодом поколении. Не видим. Как бы мы красочно не обрисовывали о том, что да, молодежь завоюет все, да, все возьмет, да, все перевернет. Это я не обидные слова говорю для молодых людей. Есть молодые люди, те, которые являются этими оруженосцами у старшего поколения. Есть, они есть, их много, но тем не менее, если мы видим общую картину на наших молитвенных собраниях, ночных, вечерних, среди недельных, мы видим только старшее поколение. Многим из вас уже, многим из вас, включая своих родителей, вот если Господь их сегодня заберет, течение они совершили, веру сохранили, и они сразу в покибытие переходят во мгновение около такого, и они водворились у Господа. То есть и вместе с тем я вижу, как имама моя изнуряет и порабощает свое тело до сегодняшнего утра в молитвах, в постах, в чтении слов. Зачем ей это надо? Однажды я так сказал, мам, вы уже посажены на небесах, будьте милостивы к себе, ночью отдохните, чуть-чуть, но больше, ну, 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 больше отдыхайте, может, не каждый день на молитву надо ездить, уже же возраст за 80, может, ну, хотя бы через день, и глядя на жизнь ее, на вашу жизнь, как на модель, на модель практического служения Бога, вы для нас являетесь моделью, образцом, брат Владимир, и уступаем, как молодые мы сильно уступаем. Знаете, я озвучиваю тему, которую мы с вами один на один, тат-атат, говорили в этой комнате до эфира, вот я уже в ее пошел даже, видите, в эту тему. Дело в том, брат Юрий, что Господь направляет нас так, как мы должны идти и заканчивать жизнь. К примеру, я сам по себе человек, не способный вставать рано утром, вот, но когда мне Господь положил на сердце вставать в пять часов, в шестом часу, и становиться на колени, и проводить где-то час в молитве, я помолился, теперь я так, нисколько вроде бы я не хочу спать, вот, я просынаюсь, и мне это легко. Уходит сон. Уходит сон, и все нормально. Поэтому мы работаем не потому, что это так, знаешь, уже такие герои или что-то Господь дает. Дух Святой. Дух Святой. Я все же никогда не позволял провести какую-то, знаешь, такую отрицательность в отношении молодого поколения. Вот мой пример. Мне звонит мой воспитанник, у него есть свой бизнес, у него работает порядка около 50 человек. Вот он звонит, Володя, приедь к нам в пять часов, или в шестом часу у нас молитва. Я приехал раз, два, три, вот, все, все с часов, весь состав рабочих молитв. Это потрясающий пример. Но, что происходит? Прошло какое-то время, мы собирались молиться, он говорит, я приглашаю весь мой состав в шесть часов утра в церковь Вифадия. Это, видно, у Кореи побывали. Такое. Ни у какой Кореи. не было, да? Понимаете? Мы, мы перешли в церковь Вифадия, сейчас в церковь Вифадия в шесть часов everyday молитвы. Молодцы. И притом, молитва не такая, что почитали Слово Божие, или ежеси на небесе, потом, там, этот, 15 минут почитали, 5 минут помолили, стали, напочитали Слово Божие, стали часом молитвы Духа. Поэтому Господь животворит молодых людей. Я хочу сказать, брата Юрий, возможно, для того, чтобы молодые люди, как написано, поднимут крылья, как орлы, надо немножко подниматься и всем. Я почему-то обращаю внимание, и у меня есть особая сложная тема, очень особая сложная тема, вот, отцы и их отношения, вот, иногда следствие отцов не всех, вот, а следствие некоторых отцов и жизни, требует серьезных поправок, вот, и потому есть какие-то торможения. Но это не значит, что Бог наш не может и о Бог спасить всех человеков и наипаче верных. Поэтому мы прочитали этот тих, чтобы спасти людей своих от грехов, их, но самое основное, чтобы мы стремились к тому, чтобы достичь этого состояния, получив оправдания, освящения крови Иисуса Христа и победой Голгофа. И этого совершенно еще, это хорошо и достаточно будет только тогда, если мы почитаем за святыню кровь завета, будем идти и впредь не грешить. Идти и впредь не грешить. Смотрите, если мы сделаем акценты, выборочно мы сделаем акценты именно на этом стихе, он, то есть акцент на то, что он спасет, то есть единственная личность спасающая, спасающая от гнева, спасающая от смерти, спасающая от вечного поругания, спасающая от греха, это он, то есть Дух Святой акцент здесь делает на первом полустище, на втором полустище, на третьем полустище, он, затем, то есть мы говорим о Иисусе Христе, единственная личность, написано, ибо нет ни в ком другом спасения, кроме личности Иисуса Христа, Деяния 4, 12, апостол Петр сказал, затем второе слово, после он стоит слово спасет, и это то, о чем мы с вами говорим, что он делает, то, что это пророгатива, только его он может спасать, ни один другой человек, ни Магомед, ни Будда, ни учитель, ни философ, ни время, время, говорят, лечит, да, ни время не спасет, только личность Иисуса Христа спасет, то есть второе слово спасет, затем людей своих, а здесь что-то очень интересное, своих, почему своих? Дело в том, понятно, что людей своих, ну, когда мы читаем Ефессианам, вторая глава 17, там 22 стих, страничка, по-моему, 235, там, посмотри, у себя, возможно, немножко страничка разная, ну, вторая глава 17, там отмечено именно, что он пришел, какая глава? Вторая глава, 17, и подвода, и пришедший благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе, и так мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И свои Богу. Если в этом случае, потому что мы знаем, что Матвей это особый евангелист, который имел отношение направление к еврейскому народу, он вдохновлял к тому, чтобы были централизированы в этом направлении, вот, дальше Господь объясняет, что спасение принадлежит и всем народам, вот, все, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли. Как перейти из разряда чужие в разряд свои? Есть два разряда людей, чужие и свои. Понятненько. Поэтому Бог и повелевает всем и повсюду. Это дано указание. Это дано указание, умница, хочешь, прими, не хочешь, погибаешь, но умница, если умница, он принимает. Поэтому все, кто приняли, они получают. Поэтому когда Христос спасает человека, это не говорит, что обратно иди и делай и чуди, что ты хочешь. Однажды спасен он навсегда, ты однажды получил спасение, а дальше апостол Павел говорит Тимофею, держись вечной жизни, которой ты определен. Поэтому пусть Бог благословит вот эти все направления, и дальше, когда мы получили вот это прощение грехов, мы получаем от Бога и откровение, и благословение, и великую радость. Обратите потом вратирует такое внимание, и радости вашей никто не отнимет. Не отдавайте ее. Вот. Я когда смотрю на верующих людей, порой унылые, там, почему? Потому что допускают. И допускают мысли какие-то еще и мысли разрушают человека, потому что помысления плоские, они приносят, смерть приносят человеку переживания. Поэтому вот это торжество, которое мы получаем во Христе Иисусе, это торжество надо нам и сохранять, и радоваться, и сберегать, и иметь его постоянно. Поэтому пусть Бог благословит. Вот. И когда мы читаем, дальше написано, когда уже там волхвы пришли, они получили еще, кроме того, что они вот все эти вести получили, вот дальше написано, что вторая глава, вторая глава, да, нет, это еще в первой главе, они получили откровение и великую радость получили, и получив откровение, они обратно не пошли так, как им предполагалось. они ушли. И что об этом, что в этом говорится? В этом говорится, что они должны, это во второй главе, да, они должны, как и мы все, должны руководствоваться ведениями Божьими, не должны жить, как своим мышлением только должны руководиться тем, чтобы прислушиваться советов небесного руководства и жить не по плоти, как мы говорим, а жить так, чтобы Дух Божий жил. Ну вот смотрите, брат Володя, если в тему говорить, имели они Дух Святой или нет? И Дух Святой получается, во сне им говорил, а мы же имеем Дух Святой, мы находимся в более привилегованном положении, чем они, потому что в нас Дух Святой есть. И вместе с тем мы зачастую уступаем волхам. Дело в том, что в этих иотах, я думаю, что мы можем запутаться, если зафоросействуемся, но мы видим, что они имели. А еще написано, что имею, то даю. Поэтому важно, чтобы я не был понятием, что я в Духе или чтобы я жил в Духе, буду петь Духом, буду и так далее. Поэтому здесь образ жизни. И образ жизни этих людей, насколько я вижу, это же нужно было заметить звезду, а потом они заметили звезду, и там они же возвратовались радости великой, что достигли цели. И поэтому вот эти вот все вещи ориентируют нас, чтобы мы именно шли к цели, видели эту цель, достигали этой цели, и чтобы эта цель нас сопровождала по жизни. Ну, интересно, интересно. идем дальше. Идем дальше. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ, мой Израиль. Вы этот стих имели в виду, нет? Я дальше немножко хотел бы, может, перенести во вторую главу Луки. Дело в том, что правильно ты говоришь, брат Илья, все спасение было предначертано к тому, и он пришел, наш Христос, пришел наипачек, погибшим овцам дома Израилева. И для нас, как народа последующего или же языческого, вот, Христос подарил нам милость свою, вот, потому что, когда отломились по неверию и по непринятию, тогда нам дано это. И я вижу, что на сегодняшний день этот Божий народ, мы храним эту истину и стараемся, вот, ее. как язычники, мы привиты к лозе. Привиты. А ты мне скажи, брат Юрий, ты замечал, что привитая девица давала хуже плоды? Нет. Нет, конечно. Поэтому, поэтому, когда мы привили, привиты, мы можем давать еще лучшие плоды и лучшие выпады. Поэтому пусть Бог благоставит, хотя я всегда за то, чтобы, как и написано, нам Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Но мне хотелось бы, допустим, когда Господь спасает людей своих от грехов, их, мне дальше дается направление и на земле мир, чтобы этот мир был в домах, чтобы этот мир был в сердце каждого, чтобы этот мир был между семьей, чтобы этот мир был в церквях, чтобы этот был мир между церквями, чтобы это был мир между странами. Мне очень нравится это. Однажды мне говорят, ты много хочешь, я говорю, вам что, жалко, что ли? А дело в том, что вы оптимист. Вы оптимист. Оптимизм так и сквозит, я слышу. И это очень хорошо. Потому что в мире пессимизма, которого очень много, у нас больше пессимизма в народах и в народе, чем оптимизма. Поэтому очень важно слышать такое слово, наставление, ободрение, поддержки. Вместо того, чтобы говорить, все плохо, все пропало, все уныло, все исчезло. Разве христианин может так говорить? Нет, дело в том, брат Юрик, что я не думаю, что я какой-то немножко вроде бы лучший других. Я вижу, что мне и всем нам написано никакое гнилое слово, пусть не выходит из ваших уст, а только доброе для назидания вере, чтобы оно достало благодать людям. А благодать, это же хорошо, это же, это же приятно. Вот, как иногда один грузин нам говорил, улыбай. Вот, то есть не грусти. Поэтому, брат Юрий, я, я позволял говорить, и почему-то у меня это не то, что, как сказать, мое сердце наполнено этим, чтобы все же весь народ божий. Я не имею в виду, вот сейчас моя доченька, Инночка и Джессика приехали из Таиланда. Говорят, ну, католики гонимые. Вот. Говорит, я, я пришла в семью, он и она, католики, их с Пакистана вышибли. Вот, они, они в Таиланде не имеют права быть, их, их уже стучали и в тюрьму хотели забрать его. Представьте. Вот, я, говорит, этот, имела, там, немножко денежек им дала. Они, говорит, перепугались. Не надо, не надо, не надо. Вот такое. Ну, я, говорит, оставила. Наши люди, христиане, не имея значения, католик, православный, кто бы то ни был, ты, дитя Божие, и как дети Божие, надо нам заботиться. Какая разница какой мы национальности? Ну, позвольте. Вот. Это ж, а мы ж дети Божие. Вот такое. Поэтому надо нам заботиться и носить бремена друг друга. Я говорю, что, если мы все, все поднимемся на молитву? Все. Все церкви, всего земного шара поднимемся на молитву. Кого-то обидели, мы молимся все, Боже, защите. А правда же написано, касающийся вас. Касающийся десницы. Смотрите, смотрите, что делают мусульмане. Смотрите, как объединяются. Смотрите. Это те, которые одержимы бесами, и я не боюсь об этом говорить в эфире, одержимы бесами. Их мучает бес убийства, ненависти. Это же их Аллах. Смотрите, пастор Владимир, мы же, как христиане, нам открыто намного больше, нам истинно открыто. И как вы говорите, если бы христианство объединилось, объединилось, не только в крестовых походах, но в молитве. Нет, давай исправимся. А ну как? Христианство уже объединилось. Уже. Вот давай мы так с тобой. Принимаем. Христиане все объединились, и давайте молиться друг за друга. Обидели одного, давайте молиться, узнавать друг друга. Я порой смотрю новости, вижу, обидели. Господи, благослови моего брата. И все. И ребеночка обидели, там кого-то. Я сирота. Я откуда, это самое, что мне до тех систем? Что мне до того, Карла, Маркса, Фридриха, Энгрица, Ленина, Сталина. И я никого не знал. Война, Вторая мировая война началась, убили отца, я остался сиротой, кушать нет, есть, нету. Никакой Ленин, никакой Сталина, никто мне не помогает. Я хожу, ищу кушать. Ну, что мне до этого? Но христиане поддерживали друг друга. Представьте себе, брат Владимир, представьте себе то, о чем вы говорите. Представьте себе, что вот вы отметили в Таиланде католики преследуемые. Да. На наших глазах эти картинки, видео, по телевидению, везде по интернету, они пронеслись по всему миру. Когда копты, египетские копты, христиане, я для того, чтобы приложить толкование, кто такие копты, если для наших зрителей не знают, кто такие копты. Ну, может, легенькое. Да, да. Это те же самые российские православные. Те же самые российские православные. Только у них свои традиции, у них своя патриархия, иерархия своя. Да, да, да. Ну, это те же самые почти. Это так я, так в двух словах. Так, они были убиены заживо. Их полили заживо. Вот эти террористы мусульманские на Ближнем Востоке. Это было в прошлом году, это было позапрошлым. Я не рассказываю то, что было 2000 лет назад. Я рассказываю то, что было в этом году, в прошлом, позапрошлом году. Требовали отречься от Христа. Им отрезали голову, и эти кадры были видны по телевидению. Мы видели, на крестах вешали. На крестах. Отрезали. Потом заживо их опускали в железных металлических ящиках на съедение крокодилов. То есть, вы представляете, что делали с христианами? Мой поинт какой? Моя мысль какова? О том, что, казалось бы, мы можем сказать, да, они какие-то там традиционные христиане, ну, разве они там, они или спасенные, разве им там истина так открыта, как нам? А я одному говорю, ну, смотри, как он не отрекся от Христа. Ему говорят, жив будешь. Ему этот араб-мусульманин вот я видел эти кадры. Нож ему представил, говорит, оставляю тебе жизнь. Только скажи, отрекаюсь от Христа и все. А говорит, не отрекусь. И тот ему заживо начал режеть. То есть, я такие ужасные вещи, ужастики рассказываю. Но они стояли до конца. То есть, о чем это говорит? Я выхватил эту мысль из вашей речи, когда вы говорите и одна деноминация, и вторая, и третья, среди них есть настоящие христиане. Дети Божьи. Дети Божьи. Дети Божьи. Дети Божьи. Они на плаху идут, они на крест идут, но от Христа не отрекаются. Да, да. Поэтому, Юрий, философствовать и выводить свои мышления мы можем. Я помню, вел разборы, братья у меня были, мое мнение. Я говорю, знаешь что, браток, ты мне прочитай, как написано. А если соберется три тысячи человек и три тысячи мнений, это не пойдет. Поэтому нам не нужны мнения, нам нужна любовь и служить друг другу, где мы запрячем, за проклинающих, за гонящих, за проклинающих, молиться, где мы это запрячем. Это же наши обязанности. А если мы говорим о том, что он спасет людей своих, написано в откровении, увидел из всякого народа, племени, души убиены, языка и народности, то есть из всякого племени, то есть увидел множество народа из всех сословий, из всех народов. Знаете, мы сидели со старшими пастырями, этот раз в Корее, ну так, в узком кругу, обедали и беседовали, долго беседовали, и так мне такая картина предоставилась, такой стол, вот отсюда, как, наверное, ну метров, метров, метров 10, так, с одной стороны сидели братья, с другой, и я говорю, братья, я сижу с вами, корейцы, и мне предоставился, я говорю, предоставляю, то есть картина предоставлена, вот как в духе, что мы приближаемся к тому моменту, в истории человечества, и в жизни церкви, когда мы будем сидеть еще за одним столом, блаженный, званный на брачную вечерю, и вот на этой вечере, за этим столом, говорю, это будет самый длинный стол во вселенной, представьте себе, огромный, огромный, наверное, от одной галактики до другой галактики, там же будут сидеть миллионы людей, там будут сидеть сотни миллионов людей, самый длинный стол, во главе будет восседать, говорю, Иисус Христос, будет Бог Отец, там брачная вечеря, это же вечеря, но это же вечеря, мы понимаем, что такое слово вечеря, блаженный, в другом месте вообще написано, сядете со мною на престоле, судить, двенадцать лет, то есть, и один брат говорит, красивую картину нарисовал, ты знаешь что, славяне и корейцы будут вместе сидеть, да, какая рамень, да, будут сидеть, говорит, мы так возрадовались, прославили Господа, это будет потрясающая картина, когда спасает людей своих, из прошлого своих людей спасает, от грехов, из настоящего, и даже из будущего спасает людей своих. Дело в том, брат Юрий, когда мы исследуем слово, и порой мы не хочем принять слово Божие, так, как оно говорит, но вот написано, не судите никак прежде времени. Ибо судья. Ибо есть. А вот я когда стал, а когда же придет время? А вот придет время тогда, когда ты сказал, вот тот престол будет и все, и вот судья всей земли, тогда вот будет правильно все сделано. Поэтому надо нам убирать вот эти вот всякие наши вот мысли, вот, а направляться к тому, чтобы поддерживать, носить бремена друг друга, любовью служить друг другу. Вот. Вот это вот цель. И мне очень, мне очень хотелось бы, чтобы действительно, вот, когда я был в разных обстановках, в разных насмешках, меня наполнял всегда Божья радость и Божий мир. И мне кажется, в этих ситуациях не может быть такого. Понимаешь? Но я получал это благословение от Господа. И это, это моя доля. Это доля. Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам. Не так, как это самое. Получай и все. Поэтому злоба народов, она несет всегда сиротство, проблемы и переживания. Весь мир лежит во зле. Божия избавь христианства поддерживать всякую именно иоту зла. Дайте, чтобы было. Я говорил, допустим, где-то Майдан и где-то что. Что они принесли нам? Они принесли нам сиротство, проблемы, переживания. Понятно, что кто-то прав, кто-то меньше, кто-то больше. Но это все. Поэтому пусть Бог благостовит и соединились с братьями для славного труда. Друзья, мы говорим сегодня с пастором Владимиром Кебецем церковь Вифания относительно практической стороны Великого Рождества. То есть мы вращаемся относительно практической жизни, практического служения. Мы много говорим относительно теоретических аспектов Рождества. Сегодня мы говорим о практической. И мы вращаемся с разных сторон. Мы освещаем эту тему с разных сторон. Эта тема глобальная, очень обширная. Мы можем говорить относительно практического служения индивидуально, потом в рамках семьи, потом практическое служение во взаимоотношениях и в кругу семьи, и в церкви, и в городе, и в стране. И в церкви, и в городе, и в обществе, и в стране. То есть мы вращаемся относительно этого важного аспекта. Насколько практически мы должны, ну, не просто мы должны где-то там, потому что можно, знаете как, живу как хочу, раз в год я порадуюсь Рождеству, а где твоя остальная жизнь в течение года? Я, брат Юрий, я однажды занимаюсь с детками, я приехал на кемп, и мои ребятки ходят дутые все такие. Я говорю, ребятки, что такое? Нету фана. Фана нету? Да. А я так посмотрел на них, думаю, как же мне это все им правильно объяснить. Как исправить? Я говорю, хорошо, ребята, хорошо. Успокойтесь, идите, порадуемся немножко, и потом вы подойдете ко мне, и мы с вами порассуждаем, какой фан имел Христос, когда шел на Голгоф. И каждый из вас будет мне рассказывать, какой фан Христос имел, когда на Голгоф ушел. Поэтому христианин – это не тот человек, который может делать то, что хочет. Христианин – это человек, который делает то, что написано. И других путей у нас нет. Поэтому пусть Бог благословит, и я за то, что действительно перейти нам от этих вот состояний всякой низости, всяких грехопадений, избавиться может Христос. И от наркотиков, и от куривая, и от всякой дружбы, и от всякого дух блуда и напитков, завладевая людьми. Живут люди, как хотят. Христос жил, чтобы исполнить волю Божию. Поэтому и великую радость принимать. Если у кого-то какая-то печаль, прими радость. Прими радость в том, что печаль пройдет. Прими радость в том, что ты будешь на небе. И уже там будет легче. У нас намного больше причин радоваться, чем унывать. И чем плакать. Ну так или нет? Да, ну конечно так нет. Юрчик, что дают слезы? Дают слезы дальнейшую нервотрепку, дальнейшее уныние, дальнейшее переживание, дальнейшее развитие всяких немощей и болезней. Когда я разговариваю с медиками, говорят, вот спокойствие. Люди спокойные живут дольше. Все правильно. Я сегодня разослал своим близким потрясающую новость, которую мне прислали. А я рассылку сделал. Оказывается, через 15 лет в Японии будет больше миллиона людей, которые прожили 100 лет и выше. Аллилуйя. А знаете почему? Буддистская страна. Они научены с молоком матери, когда встречаются друг с другом, не говорить плохого друг другу, не критиковать друг другу, друг друга, не осуждать друг друга. То есть они... А когда я это прочитал, я вспомнил, я работал с японцами, я вспомнил, думаю, точно, вот как будто тот человек отошел уже в вечность. И думаю, смотри, какая картина. Оказалось, оказалось, что оно настолько угнетенный дух, дух критики, дух критики, дух ненависти, недружелюбия, он оказывается, учеными доказано, что он влияет на долголетие. Смотрите, они... Это не христианская страна. У них ничего нет, ни нефти, ни газа, ничего, очень мало земли. Но экономически это самая мощная страна по развитию. Это же первое. А развитие пошло не из Америки, с Японии пошло. Технологическое и все остальное. Радиотехническое развитие. Представьте себе. Я так подумал, думаю, смотри, смотри, они дошли до этого, дошли до... Мы же... Нам-то намного больше открыто. Ну так или нет? Ну так мы же имеем мудрость. Настолько мы через познание его нам открыто, всякое познание открыто. Глубина. Нам открыто то, что миллионам закрыто. И сохрани нас, Господь, чтобы мы уступали японцам, буддистам в этом. Ну так или нет? А ну-ка, а ну-ка приложи и толкование. Я думаю, что то, что мы говорили, это побуждает тому, чтобы мы заняли свое место, брат Юрий. И чтобы мы приобретали то, что еще не приобретено. Когда я читаю римлянам 18, нет, 11 глава, там написано о бездна богатства и премудрости. Как не постижим. Как не... А дальше, когда мы читаем, еще написано, чтобы в нем сокрыты сокровища премудрости и ведения. А мы иногда вот так считаем, что мы что-то, а на самом деле мы не приобретаем и не ищем. А написано, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Поэтому так мы порой так идем, как идем, потом, ох, хочем уже много иметь. Зарабатывать надо, достигать надо, достигайте, наконец, веру и ваше спасение, душ ваших. Поэтому я хочу и обращаюсь ко всем, всем, всем нашим телезрителям, чтобы мы обновились и чтобы мы взыскали Бога, как должно. И это все может только усиленная молитва. Я удивляюсь, когда написано много может усиленная молитва. Нам нужно усиливать молитвы и за наши страны, и за наши города, и за наши семьи, и за наших деток, и за все. Поэтому я обращаюсь и прошу, чтобы, брат Юры, мы часто, часто побуждали людей. Я хотел бы, чтобы я уже, как говорил, чтобы не только служители церквей, а чтобы епископа союзов. Вот. Я вот так вот смотрю, я не знаю, сколько на Украине церквей, но я думаю, что несколько тысяч или полторы тысячи. Не меньше. Понимаете, что если одна церковь будет с постом за то, чтобы Бог дал, как примиритель народов дал примирение, чтобы дал выход. Я, когда читаю, дальше написано, что он усмирает шум морей, шум вон и мятеж народов. Это для нас невозможно. Мы ждем чего-то, когда я, я смотрю на все ужасы, которые проходят на земле, когда, смотрю, воюют, уничтожают, десятки миллионов гибнут, а потом, в конце концов, нашлись и сделали мир. Да. Зачем нужно это, А столько убиенных. А столько убиенных. Да не только же убиенных, сколько сирот, сколько изглубленных судеб, сколько изуродованных, изуродованных здоровья. А сколько в преисподнюю ушло, как результат этого. Как результат этого. Поэтому действительно, зачем метутся народы им именно. Однажды мне в ночное время пришло одно четкое выражение, брат Юра, четкое выражение. И я его, как сказать, ну, как освоил его. Земля и все дела на ней исходят. Ну, я так посмотрел, мы же все трудимся, мы же все желаем иметь домик, и мы все, мы все там, этот, иногда говорят, крутые машины, я говорю, мне не надо крутая машина, самая хорошая машина это моя. Я не езжу, это самая хорошая машина. Но главное то, что земля и все дела на ней сгорят. Вы скажите, стоит ли вкладывать моя... А сколько делаете? А сколько много делаете? А моя доченька купила дом за 500 тысяч, за полмиллиона, а я потом спрашиваю, около 4 тысяч каждый месяц надо платить этот дом. Вау, 50 тысяч кроме билла нужно заплатить за год. 50 тысяч отправить на сирот куда-нибудь или на голодных. Понимаете, мы в какое-то... Говорят, это же надо жить. Я же не против. А я почему вам говорил в начале, ваше поколение это особое поколение. Из-за этого я перед вашим поколением я преклоняюсь. Ну, образно выражаясь. Почему мы более моложе? Вот именно нам давай и дома, и машины чуть покруче, давай и Мексики какие-то. Вот, но это не она с вами, нет. Мексики давайте, Гавайи какие-то каждый месяц. У вас, у вас, вы другое поколение. Практическая часть Рождества, она у вас, она проявляемая, она более, знаете как, более библейский, более библейский. И для этого мы сегодня встречаемся со многими зрителями моего возраста, молодого возраста, для того, чтобы, ну, для того, чтобы напоминанием чистый смысл, чистый смысл, что, да, мы проходим этот прекрасный период, радуются все, подарки друг другу, все, дарят, передарят, все, чего-то только нету, столы будут ломиться, наши гардеробы наполняются, почему? Много скидок в магазинах, ну, как же? Но самое основное, акцент и фокус, акцент и фокус, это на богоугодной, благочестивой, святой, жизнеугодной Богу. Самое основное, то, что Бог ценит, в этой практически, Господь будет радоваться, не от того, что мы будем друг другу подарки дарить, хотя это должно иметь место, будет радоваться, глядя, когда мы будем притворять это слово, мы в жизнь притворим. Осталась одна минута, видите, как час пролетел? Это еще возможность снова встретиться с вами в этот рождественский период на эфире. Друзья, наш час пролетел, несколько секунд. Благословите зрителей, брат Володя. Вечный добрый Господь, я умоляю Тебя, чтобы никто из нас не остался лишенным вечного благословения. Ты спаси всех грехов, отдая всех нас от грехов, чтобы и мы, и сыновья, и дочери, и внуки, и внучки, и правнуки, и правнуки, и проправнуки, и проправнучки, и до тысячи родов. Вот оно, Твое благословение, спасай. Наполняй Твоим миром, избавляясь от всяких депрессионных состояний, Господь мой, всех, кто попадает по причине своих неспособностей, давлению мыслей или же Господь мне нужных желаний. Господи, мы принимаем великую радость, мы принимаем мир Божий, который превыше всякого ума, и просим Тебя благослови Твоим благословением наш дорогой Отец во имя Иисуса Христа. Аминь. Пастор Владимир, как и всегда, сердечно благодарю, да благословит Господь. В таком же духе, в таком же оптимизме, в таком же мажоре, пусть Бог и в наступающем даст вам такие же чувствования, любить Господа, быть на влиянии со мной, чтобы эти мысли правильные были от Господа. И поэтому, друзья, мы уходим из эфира. Спасибо, что вы были с нами. Еще раз, много вам радости, много благословений, много всего, и много побед, и много слов. Аминь. Во имя Иисуса, будьте благословены. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...